так продолжаем 88 лак 4 к одному само собой без разбавителя потому что у пол этот лак хочет даже ну как по мне так просится чуть-чуть погуще он очень жидкий но это походу самый бюджетный лак не помню точно разливается тоже хорошо первый слой нормально второй слой надо быть осторожным этот лак опасный к потеку он реально очень жидкий ты его даже когда в банке телепаешь он по вязкости ощутимо жиже чем все остальные лаки но он классно натягивается тут как ни крути ну и 10 минут не прошло но этот лак прям вообще быстро очень очень быстро схватывается высыхает ну как мне кажется я предполагаю так поскольку он реально жидкий 4 к 1 слой у него тоньше из-за этого само собой быстрее высыхает но разливается вполне нормально отвердитель во всех этих лаках одинаковый один и тот же забыл я на 86 уголок подлить ну ладно сделаем это хоть здесь смотрим наблюдаем ну вот знаете каким бы он ни был простым и дешевым этот лак но вот он выглядит недешево прикольно очень я серёг не соседа своему делал машину таким лаком это за что я говорил в прошлом видео и я за не наблюдал с регулярной периодичностью все было нормально 86 91 но мы еще детально рассмотрим сейчас будем наносить 81 просто с отвердосом с обычным и потом давай мы скорее так 81 лак принято решение не раздавлять его обычно я дома когда раньше работал 5 процентов добавлял сейчас попробуем даже по расходу сейчас скажу сразу пока не забыл какой-то 88 лак 200 грамм ушло на два слоя на всех остальных как бы ну поменьше сухого остатка маловато но выглядит класс гостином восьмом 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 только По ощущениям и визуальному уровню, как 91, один в один. Но я бы все-таки рекомендовал бы разбавить 5%, но уже будем давить так, как есть. То есть все лаки, все без разбавителя. На отлип ждем, и второй полный. И переходим на тупанель. Кстати, надо не забыть на отлип засечь, сколько времени будет, когда он перестанет липить. Так, 81, 10 минут ровно, межслойка уже не тянется. Для чего засекал точно прямое время, чтобы сравнить с той панелью, в которой будет ускоритель добавлен. Чуть-чуть поднялась температура, сейчас уже 19 градусов. То есть в таких условиях будем продолжать. Ну, 81 мне уж очень знаком, с ним все нормально. Во всякий случай, так, кинул перегрузочный уголок, посмотрим на него. Сейчас разводимся с ускорителем. Так, по расходу разводил 250, там еще сотка, почти сотка телепается. Пока что лидер по расходу в его максимальном количестве 88. 250 на одну панель. Так, продолжим. 81 у нас вот нанесет. Пока что шаги. Снизу. Так, все нормально. А вот прикол по самому конту. По самому конту я перегрузил, конечно, потекло. Но зато на плоскости все держится. Спокой, 2 апреля. Сейчас разбавили 81, 2% относительно объема отвердителя, 2% ускорителя. И навалим на эту панель. Посмотрим скорость межслойки, во-первых. А во-вторых, разницу в полном высыхании на установку, скажем так, монтажная прочность между этими панелями. С прямым учетом, что это будет навесено на 10 минут позже. Ну, по самому нанесению все одинаково. То есть разница никакой не поменялась. Посмотрим на межслойку. Очень интересная межслойка. Так, ну, у нас тут косячина произошла. По межслойке мы не сможем никаких замеров сделать, потому что так же 10 минут. Источник информации, который дал утверждение, что 2% от объема отвердителя, оказался неправ. Мы открыли ТДС, и там 2% от общего объема. Мы сейчас добавили в лак недостаток и будем наваливать последний смысл уже с нормальным количеством предполагаемого ускорителя. Четко. Опять же, по нанесению, по ощущению ничего не поменялось, потому что 2% это очень малая часть составляющая, чтобы поменять физику нанесения. Теперь будет интересно подождать разницу в сушке этой панели и вот той панели. Между ними сейчас, ну, где-то 15 минут разницы в последних слоев. Это интересно. И такой акцент. Продавцы, когда просто по телефону эти консультанты, особенно женщины, просто не раз уже с этим сталкивался, если они вам что-то говорят, что типа, да, так и есть, лучше откройте ТДС и почитайте, поверьте, в ТДС другое написано. То есть та же ситуация, что у нас сейчас тут получилось. Я жду межслойку, понимаю, что уже 6 минут прошло, а он все липкий, значит, ускоритель не работает. Открываем ТДС, а там 2% от общего объема. Так, факт того, что ускоритель работает, уже виден. Берем самая, как бы, толстая налитая часть, да, отпечаток, то есть уже подпорочка упала, но отпечаток уже не остается. Тут самый толстый слой, потому что больше наклонено в горизонт. Разница между нанесенными там последним слоем и тут последним слоем минимум 15 минут было. Вот, смотрим здесь, ну, четко видно, да, принцип действия. Лак один и тот же, то есть замес один и тот же, да. Пройдемся так по лакам. Конечно, то, что тут условия плохенькие в плане вытяжка, только вот в стене засасывает, и опыл весь как раз тянуло мимо столов, потому что я на столы крепил камеру. Штатив я дома забыл. Чуть-чуть опылом присело. Вот, слышите? Ну, тут нету. То есть смотреть будем сейчас сюда. Это 91-й лак. Начинали мы с него. По шагреньке. Ну, такая, знаете, крупненькая. Повторюсь, что все лаки без разбавителя. Но в 91-й и 81-й, как бы, можно добавить по их вязкости, можно добавить разбавитель. 86-й, 88-й, но там уже, как по мне, так некуда. Ну, шагрень, опять же, кто как хочет, так ее, в принципе, и нарисует. У меня вот слимом получилось нарисовать так. Ну, я принципиально не старался, скажем, скажем так. Ну, это такой современный европейский, сконченный крупный шагрень. Далее, 88-й. Кстати, на углах не потекло. То есть не сорвало нигде. Углы догружал. Да, на торце там, ну, тут не ушло. А на 80-й каком-то там, 80-й какой-то у нас. Это 91-й. То есть именно на низ капли сошли. На самой плоскости все ровно. Так, здесь я забыл нанести. На этих двух наливал. Так, 88-й. Ну, реально, вот он хоть и самый дешевый, но у него шагрень чуть-чуть ниже получается. То есть при тех же настройках, при той же скорости, одной и той же рукой. Вот тут шагрень растянутый и ниже. Получилось симпатичнее. 81-й шагрень такая же крупная, как и на 91-м. Крупная, одиночная, более удаленная друг от друга. Ну, и тут то же самое. Крупная, одиночная, друг от друга такая, расположена поширше. То есть из всех лаков по внешнему виду, мне 88-й больше нравится. Но у него расход самый большой. 250 грамм на одну панель. Во всех остальных лаках плюс-минус в районе 180 грамм. То там, конечно, перерасход. Ну и пистолет он как бы бюджетный, очень бюджетный. Ну что, посмотрим итоговый результат. Прошло больше двух часов. И поехали. Начинали мы с этого. 20,91. Еще рано на установку. 20,86. Уже можно. И скажу так, вот это уже можно было еще полчаса назад. Подходили, тыкали. 20,88. Тоже полчаса назад уже можно было. И все нормально. 20,81. Еще нельзя. Рано. И 20,81 с ускорителем уже можно было раньше, чем у всех. То есть ускоритель реально сработал. По факту блеска. То есть блестит нормально. А вот по поводу шагрени, к какому выводу я пришел. То есть даже не то, что с инструментом у меня был в руках для меня непривычно. Как бы 5 панелей человеку с опытом шагрень, тем более я знаю этот лак, исключено. Падает грунт внизу. Потому что шагрень, равномерная кривая, почти одинаковая кривая на всех поверхностях. Пока он был еще очень свежий, шагрень была, как сказать, не окончательно сформирована и смотрелась нормально. Как только лак уже встал, шагрень просто провалилась. Это грунт. Это нижнее покрытие так валится. Потому что сам лак блестит и шагрень имеет хорошее. Кстати, приехала работа уже, мы разобрали. Бампер новый, капот, угол и крыло валяется. Это в следующих видео. Делать я буду, наверное, 88 лаком. А там как решим. 88 лак, мне больше всего понравился, как он втягивается. Он прям так, даже вот среди всех панелей, с учетом, что шагрень упала у всех, 88 лак все равно лучше смотрится. Мне больше нравится. Субтитры сделал DimaTorzok